У нас в эфире Виталий Ким, глава Николаевской областной государственной администрации. Здравствуйте, вы слышите меня? Дим, да, я вас слышу, здравствуйте. Спасибо большое, что уделили время. Николаев одна из самых горячих точек сейчас, какая обстановка сейчас в Николаеве. И стало ли спокойнее, или самое тяжелое время еще впереди? В Николаеве в самом стало спокойнее, а в области самое тяжелое еще впереди. Что бы вы ответили людям, которые считают, что в Украине идет деноцификация, как говорят российская пропаганда и Министерство обороны, и якобы идет спасение русскоязычного населения? Людям, чьим людям? России? России. Людям, которые верят в государственной пропаганде? Не верят в государственной пропаганде, потому что это пропаганда. У нас счастливые люди были. У нас президент той нации, против которой мы жить и поборемся. У меня фамилия Ким, родственники из Казахстана. Разговариваем на русском, кто на украинском, знаем по 3-4 языка. У нас были красивые дороги в асфальты в селах, освещение, вкусная еда, хорошие урожаи. Но все было прекрасно, пока нас не пришли спасать. Все это бред сивой кобылы. Идет ли атака сейчас на мирные районы, бои идут только между военными и на объектах военной инфраструктуры? Примерно 2 недели назад была точно команда отдана русским военным, что они могут делать все, что хотят нас. И они начали заниматься мародерством, насилованием, прятаться в населенных пунктах, забирать средства связи, машины, еду у мирного населения. Расстреливают они их, насилуют о них. Но это катастрофа, то, что делают сейчас русские у нас. Мне тяжело это слушать. Мне трудно представить, где вы находите вообще силы для продолжения борьбы. Я подписана на ваш телеграм-канал и вижу там видео, которое вы выпускаете, чтобы подбодрить украинцев. Это нелегкое время. И такое ощущение со стороны создается, что вы сохраняете оптимизм и силу духа. Где вы вообще берете на это силы? Давайте я немножко на другой вопрос отвечу. Смотрите, когда ездил я раньше, было время отдыхать. И скажите мне, в других странах, даже интернациональные русские каналы своей пропагандой за неделю-две начинают в голове делать дырку от этих высказываний. Те, кто маломальски понимает в лингвистичном программировании, скажем так, что такое навязывание идей, тому тошнит от этого телевидения, которое там показывают, у вас в России. Ну это ужас. Но оно работает с течением времени. 20 лет вам впихивают по одним и тем же каналам в голову ерунду. То есть человек, когда говорит, ладно, я не буду, ладно, это ж не могу 20 лет одно и то же мне говорить. И люди к этому привыкают, к этому способу приема информации. Я прошу всех анализировать, что происходит, пытаться самому думать и вникать. Как мы берем силы? Очень просто. Мы всю свою историю боремся за свою независимость. И когда у нас тут были свои внутренние распри, да, там, кто-то там политический, да, там, кто-то хочет, кто-то не хочет, мы голосуем, выбираем разных президентов, разных депутатов, между собой ругаемся. Но когда к нам пришел оккупант, это позорно, то, что раньше был фашистский оккупант, немецкий, а сейчас русский оккупант пришел в нашу страну, вот, то все объединились на 100% и вышли против. Нам все равно, у нас сейчас там все партии, ОПЗЖ пророссийские, там, Порошенко, Зеленский, то есть все партии забыли, что такое политические дрязги, споры и воюют против русского оккупанта. В страшном сне такого нельзя было придумать, что наша страна будет воевать против русского оккупанта. Ну, мы все с одной историей, я родился в 81-м году в Советском Союзе, блин, я вырос на том, что мы у нас была Вторая мировая, Великая Отечественная, Дедушки, Медали, и на теперь на нас напали русские. Ну, что за бред, как можно было такое придумать и напасть, как можно было объяснить, придумать объяснение, чтобы напасть на Украину? Как можно вот этой херне верить, извините меня, пожалуйста. Мне тоже трудно представить, как можно этой херне верить, потому что они рассказывают по российскому телевидению, что это идет спасение, наоборот, русскоязычного населения, что Путин не нападает, он спасает и точно работает по объектам военной инфраструктуры. Ну, и сейчас придумали эту пугалку про летучих мышей, бактериологическое оружие, которое вот украинцы, они просто ничего не понимают, а США их используют. И вот США хочет убить всю Россию, поставить там какой-то, не знаю, с помощью Украины напасть. Да, да, да. Был классик, я не помню, как его зовут. Так вот, он говорил, что, извините меня, такую фразу, тупым народом проще управлять. Вот, уровень образования населения, способный для анализа, он, к сожалению, взагалит плохой, потому что тот процент интеллигенции, который способен думать в России, он это анализирует там или не может публично высказываться, или там внутренний согласие, но публично свою точку зрения не выражает. Этот процент людей думает. Многие люди верят, как в Советском Союзе, в то, что говорят из телевизора. Если говорят из телевизора, это же правда. Вот, я уверен, что если там на спор Путин поспорит сейчас там с кем-то, да, или со мной, что он сможет через пропаганду доказать, что земля плоская, то, скорее всего, он это за два года докажет, и все в России будут думать, что земля плоская. Вот, но от этого она там форму свою не поменяет. То, что говорят, то есть нет другого источника информации, к сожалению, за время долгое, люди приняли решение у вас в России. И дальше они уже не думают, дальше они лишь ищут в социуме своем, в окружении, в телевизоре слова, которые подтверждают их точку зрения. Они же не хотят сказать себе, признаться, я такой дурак, блин, я пять лет, восемь лет это слушал и был неправ. Они продолжают слушать это вот гомно, которое льется из телевизора, и говорят, ну вот, вот это же объяснение тому, что я думал. Вот это объяснение, вроде на реальное похоже. Ну, мне нет объяснений, как может человек слушать это. Это вот Северная Корея, вы знаете, что они смонтировали там футбольный матч, и, оказывается, чемпионат мира выиграла Северная Корея. Тот матч, который они изобили один год. Вся Северная Корея думает, что она выиграла чемпионат мира по футболу. Потому что сказали из телевизора точно такой же пропагандой, как в России. Есть еще фильм интересный такой, «Хвост являет собакой». Всем советую посмотреть. Он про американцев, ну, просто точно такие же вещи. Когда телевизор создает войны, которых не существует. Когда телевизор создает героев там и врагов, которых не существует. Сейчас, к сожалению, телевизор создал войну, которая действительно существует. К большому сожалению. Многим в России людям, которые не очарованы путинской пропагандой, которые прекрасно понимают все про Путина, все равно до последнего казалось, что война будет именно информационного характера, что Путин будет накачивать такую противоукраинскую истерию, но при этом не решится на какие-то полномасштабные вторжения, взять и Киевы, и то, что сейчас происходит. Все ошибались. Все ошибались. И все недооценивали уровень сумасшествия и больного эго. Мне трудно еще подобрать слова. Смотрите, ну, во-первых, я тоже думал до последнего момента, что информационно это будет война раскачиваться, что Путин действует в своих интересах, в интересах страны, там какие-то геополитические вещи, борются и так далее. Я думаю, что он не приступит к черту, когда он за свои интересы положит тысячи жизней и мирных людей. Ну, вот я думал, что он не приступит. Потому что я на самом деле не считаю Путина тупым или свихнувшись с ним чудаком. Он очень умный, но просто он переступил к черту. То есть он теперь преступник военный. Вот и все. То есть он что-то себе напланировал. Он положил на чашу весов жизни невинных людей. Тысячи это не конец. И делает свое дело, которое он считает правильным. Я не знаю решение его, зачем это он делает, правильно это или неправильно. Но он просто убивает людей. Ради своих интересов. Все, точка. То есть это точно так. Потому что ни одному россиянину эта война не выгодна. Она не нужна. С экономической точки зрения. С исторической точки зрения. Это потом в мире не спрятать российским телевизором. В мире это будет позорная война России называться. Я вам наперед говорю. Ее будут называть позорная война России. Это правда. Путин хотел победоносную войну, а получил позор смерти, экономику и потенциально нищету и голод в России. Спасибо большое, что вышли в наш эфир. В это нелегкое время мы продолжаем наш прямой эфир. И в ближайшее время к нам подключится. Боритесь вместе к победе.